Мы рассмотрели пять панелей восточных дверей Баптистерия, дверей, отлитых Лоренцо Гиберти. И теперь переходим к следующей, шестой панели, где описывается совершенно феерическая история Иосифа. И действительно, описание жизни Иосифа – это одна из самых захватывающих историй Ветхого Завета. Для меня-то, правда, она засверкала не благодаря Библии, а после того, как я прочел Иосифа и его братья, Томаса Манна. Вот ровно это издание у меня стоит на полке. Книга, по-моему, совершенно гениально написанная. Один только раздел, посвященный любви жены Патифара, чего стоит. Для меня этот раздел вместе с Анной Карениной и, может быть, рассказом о МОК Стефана Цвейга. Это лучшее описание совершенно непреодолимой силы любви в мировой литературе. Ну, конечно, в той ее части, которая мне известна. На этой панели целых семь сцен. Братья бросают Иосифа, отцовского любимца, в колодец. Затем они продают его проезжающим мимо купцам, которые привозят Иосифа в Египет. Через некоторое время Иосиф оказывается помощником фараона, поскольку умеет разгадывать сны и предсказывать по ним будущее. Затем, во время голода, к которому Египет оказался хорошо подготовленным благодаря Иосифу, отец Иосифа посылает братьев в далекий Египет, чтобы хотя бы там разжиться зерном. Он ведь ничего не знает о том, что его сын спасся. Братья пребывают в Египет, Иосиф их узнает, прощает, и все семейство благополучно возвращается домой. Все это здесь описано, в том числе 12 матерей с детьми по числу сыновей Иакова с многочисленными подробностями, мешками с зерном, вьючными животными, эмоциями людей. Вот только истории жены Патифара здесь нет. Но действительно, если описывать историю Иосифа со всеми подробностями, которые представлены в Библии, никакого места не хватит и никакого времени. Поэтому я и не буду. Базари именно эту панель считал самой трудной и самой прекрасной. Может быть потому, что детали пейзажа и архитектуры, о которых мы подробно говорили, когда обсуждали предыдущую панель, здесь действительно более сложны и интересны, как собственная передача перспективы. На следующей панели Моисей на горе Синай получает скрижали с десятью заповедями. Это те самые, по которым потом будет жить не только иудейское племя, но и весь просвещенный мир в течение тысячелетий. Впрочем, заповеди-то как раз для этого самого просвещенного мира, для иудейского племени их не десять, их более шестисот. Требования к своему избранному народу у Всевышнего куда более жесткие. И снова, времени на всю историю Моисея нет ни у Гиберти, ни у нас. Ведь она начинается с чудесного спасения младенца Моисея, которого мать отправила в утлой корзине вниз по реке, чтобы уберечь от неизбежной гибели. Ведь фараон тогда приказал убить всех первенцев в семьях иудейских рабов. Конечно, это чудесное спасение младенца из реки – не что иное, как перепев шумерской легенды о Гильгамеше. Ведь иудеи, как-никак, наследники шумерской культуры. Но ведь Гиберти показывает здесь Моисея в конце его жизни, в то время, когда он водил иудейский народ по пустыне 40 лет, для того, чтобы вымерло поколение, которое было рабами в Египте, чтобы в землю обетованную вошли свободные люди. С каким мастерством Гиберти показывает Гуру? Перед нами совершенно трехмерная картинка. Он ведет наш глаз с толпы народа под горой на саму Гуру, на Моисея, и уже затем на Всевышнего, который дарует Моисею, скрижали. Причем этот процесс дарования скрижалей передан совершенно натурально. И вот там наш глаз задерживается. Композиционно это центр панели. Несмотря на то, что находится он где-то далеко в углу. Айда Гиберти. Моисею наследовал Иисус Новин, под чьим руководством произошло покорение Ханаана. А самым удивительным событием этого покорения стало падение Иерихона, стены которого, как мы знаем, развалились от звуков труб армии Новина. Термин «Иерихонская труба» я слышал в свой адрес часто в детстве, когда случалось совсем уж расшалиться и разораться. Думаю, не я один. На этой панели такая туча событий и персонажей, но никакого ощущения хаоса у нас не возникает. Композиция организована в несколько планов, и наш глаз следует за процессией из левого нижнего угла в правый нижний, затем на следующем уровне влево, где перед нами фигуровая начальника на колеснице, следующего за ковчегом завета, затем снова вправо через гористый пейзаж к шатрам, а от них еще раз вверх к трубящей перед стенами Иерихона армии израэлитов, за которой на самом верху композиции великолепно вылепленные стены города, уже крошащиеся, уже разваливающиеся под звуками труб армии Иисуса Новина. И снова я говорю вылепленные, но ведь они отлиты. Вот так ступеньками организована эта экспозиция. Перспектива передана высоким и низким рельефом, поэтому у нас впечатление, что израэлиты, переходящие через Иордан, находятся прямо перед нами, так же, как и мужчины, таскающие камни для возведения какого-то монумента. Ковчег Завета и Шатры – такое впечатление, что находятся дальше, и уже совсем вдалеке от нас Иерихон с кажущимися неприступными стенами и осаждающая его армия. Это одна из самых детальных панелей на дверях. Наверняка Гиберти помогали его подмастерья. Но еще раз поразительно, как при такой плотной композиции он управляет движением наших глаз, и у нас создается впечатление о очень строгом порядке, который царит на этой панели. Ее, как, собственно, и другие, нужно рассматривать под разными углами, чтобы почувствовать всю объемность изображения. Я поэтому и показываю фотографии, которые сделаны в разном освещении и под разными углами. Ну вот, а следующая панель описывает одно из ключевых событий в иудейской истории. Гигант Голиаф из армии напавших на израильтян-филистимлян вызывает любого противника на бой. Если он меня убьет, то мы станем вашими рабами. А если я его убью, тогда вы станете вечно служить нам. Давид незадолго до этого примкнул к армии как музыкант. Молодой пастушок, что он мог. Но именно он отозвался на клич Голиафа, поскольку, будучи пастушком, уж что-что, а с прощой обращаться умел. Вот и поразил он Голиафа, попав ему прямо в лоб камнем из своей прощи, а когда тот упал на колени от удара, подбежал, выхватил его же, Голиафов, меч, из Голиафовых же ножен и этим мечом отсек гиганту голову. Битва была выиграна, даже не начавшись. Понятно, что тема эта была близка многим флорентийцам. Флоренция ведь сильной в военном отношении никогда не была. Однако, тем или иным способом ей всегда удавалось побороть врагов. Тема Давида не была им незнакомой или чуждой. И снова на этой панели огромное количество персонажей. Вот на самом переднем плане Давид отсекает голову Голиафу. Под его ногой ненужная уже пустая проща. Слева армия наблюдает за этим боем, а потом и сама переходит к битве справа. Чуть выше царь Саул руководит сражением с боевой колесницы. Еще выше, уже за горами, победитель Давид носит голову Голиафа вокруг стен иерусалимских. И сам Иерусалим показан как весьма внушительный огромный город. Город-крепость, которым он, собственно, тогда и был. И снова удивительная композиционная гармония. И какая динамика на этой панели. Вот и подошли мы к последней панели на дверях Киберти встреча царя Соломона и царицы Савской. По многим причинам это может быть самая необычная панель на этих дверях. Во-первых, это единственная панель, на которой только одна сцена – встреча двух монархов – Соломона и восточной царицы Савской, которая прибыла в Иерусалим, услыхав о мудрости и богатствах иудейского царя. Во-вторых, соответственно, композиционно Гиберти сразу ведет наш взгляд в центр, ровно туда, где соединяют руки два монарха. Как он это делает? Да очень просто. Давайте прежде всего посмотрим на огромную толпу, окружающую монархов. Да, она также трехмерная впереди, на переднем плане панели, как мы уже привыкли на других панелях этих дверей, и постепенно уходит вдаль, где ее хвост теряется на террасах огромного дворца – храма Соломона. Причем чем глубже, чем дальше от нас, тем меньше, естественно, фигуры, и тем меньше деталей у них, они поэтому сливаются с фоном, и наш глаз стремится к центру панели, к двум монархам. С другой стороны, весьма трехмерное изображение архитектуры импозантного дворца Соломона тоже так построено, что ведет наш глаз к двум монархам. На переднем плане мы видим, как люди в этой толпе толкаются, отпихивают друг друга, пытаясь занять место получше, чтобы рассмотреть то, что происходит в центре. Причем фигуры очень специфичны. Здесь и семит, и римлянин, и африканец. Да, но почему Гиберти выбрал именно эту сцену? Для последней-то панели, ведь она не ключевая в Библии. Более того, даже сам факт встречи этих двух монархов до сегодняшнего дня не доказан. А все дело в том, что в это время во Флоренции произошло эпохальное событие. Флорентийский собор, на котором представители западной и восточной константинопольской ветвей христианства официально объединились. Восточная церковь согласилась практически на все условия. Весь византийский двор во главе с императором Иоанном VIII-палеологом прибыл во Флоренцию, чтобы участвовать в этом соборе. Император и патриарх Константинопольский пытались таким образом спасти город и древнюю Византию от надвигающихся мусульманских орд. Поэтому они согласились практически на все условия Рима, и объединение двух церквей было официально объявлено на ступенях Флорентийского кафедрального собора 9 июля 1439 года. Раскол, который в течение веков так вредил обеим ветвям церкви, можно было считать законченным. И произошло это объединение именно здесь, во Флоренции. Действительно эпохальное событие. Вот поэтому на последней панели дверей Гиберти царица Савская, представляющая Восток, Константинополь, и царь Соломон, представляющий Запад, соединяют руки в знак вечной дружбы. Как не вспомнить здесь о Бенотце Гоццеле, который примерно в это же время писал свои потрясающие фрески во дворце Медичи Рикарди, и на них тоже изобразил императора Византии, как одного из восточных царей, направляющихся к только что родившемуся Христу. К сожалению, объединение двух церквей оказалось эфемерным и не спасло Константинополь, который пал менее чем через 15 лет после Флорентийского собора. Может быть, было слишком поздно, и турок было уже не остановить, они продвигались все глубже в Европу, и только битва при Лепанто приостановила эту лавину. Чуть ли не единственный в истории случай, когда вся Европа объединилась против общего врага. А как знать, вся история человечества пошла бы по-другому, если бы это объединение, провозглашенное на Флорентийском соборе, принесло плоды, которых от него ожидали. Ну вот, мы закончили рассматривать панели вторых восточных дверей Гиберти. Но мы еще ничего не сказали о рамах, об обрамлении панелей, а оно весьма интересно. Во-первых, здесь 20 скульптур пророков. Не все из них однозначно отождествлены, отсюда вопросительные знаки на моих подписях. Во-вторых, вокруг рам 24 головки. Мужские, женские, молодые, старые, веселые и не очень. Как мы уже говорили, Гиберти помогало много подмастерьев. Ну так, подмастерьев в кавычках, потому что это были мастера никак не ниже его рангом. Микелоццо, например, перестроивший палаццо Веккио и построивший палаццо Мегичи Рикарди. Беноццо Готцули, о котором мы только что говорили. Вскоре прославившийся Лука де Лоробия. Донателло. Но в том числе два сына Гиберти. Томасо и Виттория. Похоже, что Виттория играл довольно значительную роль, потому что Гиберти изобразил его голову рядом со своей. Да, это автопортрет. Но самое интересное, что Гиберти поместил свою голову на то место, где у дверей ручка. То есть, для того, чтобы открыть эти двери, схватиться придется именно за его лысину. А теперь мы и гадаем, то ли это своеобразное чувство юмора, то ли он понимал, что постоянные прикосновения будут невольно полировать его голову и его лысина все время будет блестеть, выделяться. А еще над и под панелями фигуры Адама, Евы, Ноя и его жены. Ну вот, кроме того, вокруг самих дверей еще обрамление, фрукты, цветы, всякие птички, которые тоже хорошо бы рассмотреть поподробнее, но в другой раз. Скульптура над дверями. Там несколько авторов, но в основном Андрия Сансавино, 1502-1505. Кстати, она, как и двери целиком, послужили моделью для Родена, когда он работал над своими дверями ада. Интересно, что у Родена эти три фигуры – это одна фигура, просто повернутая под разными углами. Но это уже часть совсем другого сюжета. Над этими дверями Киберти работал 27 лет. Однако они затмили не только первые его двери, но и вообще все, что делалось в жанре бронзового рельефа до него во всей Европе. Эти двери оказались настолько прекрасны, что флорентийские власти решили поместить их не там, не на той стороне Баптистерия, для которой они были изначально предназначены, а на восточной, почетной, напротив входа в храм. Однако эта сторона была занята первыми дверями Киберти с историей Иисуса Христа, и которые поэтому были перенесены на северную сторону Баптистерия. А восточная сторона теперь была отдано сияющим золотом новым дверям Киберти. Вот эта книга добавляет интересную деталь, о которой я не знал. Решение это, оказывается, было непростое, поскольку традиционно главное это место должно было быть отведено новому завету, а не ветхому. Поэтому перенос дверей с истории Христа на менее престижное место и установка на их место дверей, посвященных ветхому завету, потребовало некоего нестандартного мышления от властей Флоренции, которые, собственно, демонстрировали нестандартное мышление столь часто, как мы уже видели и еще увидим. Зато теперь, как, собственно, и 500 лет спустя, люди могли собираться у этих дверей по утрам, чтобы видеть, как восходящее солнце последовательно освещает сцену за сценой, превращая их в море расплавленного золота, как написал один из таких зрителей. Теперь, как мы помним, подход Гиберти позволял существенно сократить количество бронзы, потребной для панелей, а значит, уменьшить стоимость всего проекта. Однако, эта стоимость все равно оказалась огромна. Гиберти приводит ошеломляющую цифру в 22 тысячи флоринов. Это примерно та сумма, за которую Флоренция через несколько лет купит город Санси-Полькро. Я надеюсь о нем рассказать после нашего следующего путешествия в Тоскану. Но еще интересней, что стоимость этого проекта была примерно такой же, как весь годовой военный бюджет Флоренцией. А времена для города были отнюдь немирные. Юдив Теста в своей замечательной книге восклицает «Давайте представим себе сегодня произведение искусства стоимостью в годовой бюджет Пентагона». Неожиданное замечание, но довольно интересное. Более того, финансирование проекта продолжалось даже тогда, когда Флоренция отражала нападение Милана и Неаполя, от каждого из которых еле спаслась. И история этих спасений – это отдельная сказка тысячи и одной ночи. Вот поэтому Флоренция эпохи Возрождения – это Флоренция эпохи Возрождения, а мы – это мы. Масштаб личностей иной. Да и плотность личностей на миллион нас. Но это тоже совсем другой сюжет. Как собственно и разговор о влиянии этих дверей Гиберти на то, каким путем пошло возрождение во Флоренции. Перед тем, как закончить, вернемся еще на минутку к Гиберти. Понятно, что теперь он был завален заказами. Однако за всю свою жизнь он не создал практически больше ничего, кроме двух статуй на Арсан-Микеле, о которых мы еще поговорим. Правда, он еще писал, в частности, создал первую известную нам автобиографию художника, а также размышления об искусстве, очень важные для историков искусства. Да и столько всего произошло за то время, пока он работал над дверями. Почти проигрыш в войнах с Миланом и Неаполем, полный пересмотр системы налогообложения и системы образования, окончание строительства палаццо Векио, собора и башни Джотто. Агиберти все отливал и отливал свои двери, казалось бы, не замечая ничего из происходящего вокруг. Посмотрим на художественный подвиг этого человека с высоты нашего времени. Он вступил в борьбу в 1401 22-летним молодым человеком. В 1452 работу закончил почти 75-летний старик. Полвека жизни. Но с тех пор прошло без малого 570 лет. Кто сегодня не знает Лоренцо Гиберти и его дверей? Лоренц efficiency лоренц лоренц им Продолжение следует...